Вы можете объяснить нам, что вы пытались выполнить, когда вы делали дизайн АК-47? Вот как я ему расскажу о своем первом образце. Мой парень Лиг, Юджин Стернер, просто показал мне его дизайн и как это работало. Теперь я попросил ему, пожалуйста, внимательно слушать мою объяснение о моем первом дизайн. Образец также прост. Стоит нажать на эту защёлку и отделить магазин. Здесь, этим большим пальцем нажать на возвратный механизм и вот отнять крышку. Вот такая крышка. После этого снять возвратный механизм. Движения очень простые, не требуется академии кончать. Единственное, не требуется уходить из школы, или из академии кончать. Отходим раму и затвор назад. Отходим раму и отходим раму. Вот две детали. Боркер и борт. Бортые сами по себе. И каждая как бы просится на своё место, иначе её не поставишь. Ну, просто просится, чтобы поставить в правильный место. Если в правильной позиции, то вы не можете поставить её, поставить её обратно. Не, не. Не, не. Дальше. Необходимо снять ствольную накладку. Здесь, как и на вашем образце, применена литьевая пластмасса. На цевье это же самая пластмасса. На рукоятке управления огнём. Тоже пластмасса. Пластик. Тоже пластмасса. Вот. Ну, потребовалось, допустим, сложить приклад. О, как туго. Ну, сделано всё так, чтобы случайно всё не открылось. Значит, вот таким он. Причём, он складывается даже с магазином. Помедленнее, дайте мне перевести Михаил Тимофеевич. О, магазин. Вот. Магазин, как мы с вами и разговаривали, здесь имеет вот такую сферическую форму. Магазин, как мы уже говорили, сферическую форму. Более крутая траектория, вот эта, зависит от конусности патронов. Это зависит от конусности патронов. Конусный патрон. Поэтому, значит, вот вызвана такая крутая траектория. Вот, посадим его на место. Он на месте. Чтобы дальше разбирать, надо иметь принадлежность. Выколоткой выбить этот штифт, достать. Вытолкнуть вот второй штифт выбрасывателя. И тогда будет ударник и выбрасыватель разобраны. У меня под руками просто нет здесь выкладки. Я это продемонстрировать не могу. Вы не раз ведь разбирали. Он сказал, что для разбирать этот штифт, вам нужны апплианты, как... Апланты? Апланты. 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 Вот. Спусковой крючок. И дальше, значит, вот имеется здесь специальное зацепление и шептало одиночного и автоматического огня. Поэтому вот этим переводчиком, вот этим переводим, ставим или на одиночный огонь, или на автоматический. Я говорю про части внутри фрейма. Я хочу переводить их слово по словам. Правильно еще новый, но очень удобный. Вот. Этот переводчик как раз и служит одновременно для закрытия вот этой щели, где проходит рукоятка. То есть это предусмотрено для того, чтобы не попадала пыль в эту огромную щель. Песок, пыль там и так дальше. И вот когда мы закроем, мы видим сразу, что этой щели нет. То есть вот такое совмещение, оно как бы вызвано такой эксплуатационной необходимостью. Не делать какие-то отдельные деталюшки для этого. А вот этот щиток выполняет, будем говорить, три функции. Закрывает щиток, ставится на одиночный огонь и на автоматический. Вы видите, не самый первый образец. Это уже АКМ. Буква М тут присутствует, то есть модернизированный. У нас так принято обозначать модернизированный. Здесь, если в первом образце ствольная коробка из покоски была, из стальной. То есть здесь мы имеем листовую штамповку. Вот она, эта листовая штамповка. Вот таким корытом штампуется. Вот, и получаем направляющие для возвратного вот этого механизма. Для рамы и затвора. Гайдз. 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 Вот. Кожух, это мы называем кожух, из листа штампуется. Мы к вкладышу, у которой изготовлены штамповки, приклепываем вот этими тремя с одной стороны и тремя с другой стороны заклепками. Затыльник приклада также вставляется в эту штампованную коробку и приклепывается сквозными заклепками. Смотрите. Это правильно. Я объяснил, как он вкладывал вещи, три с каждой стороны. На первых образцах даже вот эти тяги были из упаковки сделаны. Методом фрезерования получали эту форму. На первых моделях они использовали милинг. То здесь вы видите также из листа, из листовой стали, отштампованные, стоят усилители, которые приварены на точечную сварку. И вот затыльник приклепывается также с одной стороны заклепка и с другой стороны. Сделается так, чтобы свободно вот так вращалось. Два ревета, чтобы позволить свободное движение. Теперь перейдем к этой части. Это газовая камера. Она изготавливается из упаковки. И потом механически обрабатывается. Колодка мушки тоже изготавливается из упаковки. И механически обрабатывается. Здесь просверлено отверстие. Вставлено на основание мушки. Это вот основание мушки. Имеет основание мушка, отверстие с резьбой. И сюда ввертывается мушка, специальным ключом ввертывается. Значит, по высоте регулируется за счет этой резьбы. Здесь прицел вот такого секторного типа, будем говорить. Он рассчитанный здесь на 800 метров. Ну, я вам прямо скажу. И да вы больше меня это знаете. Что на такую дальность очень тяжело стрелять. Это все-таки будем говорить штурмовое такое оружие. И может быть такой прицел и не нужен. Ну, военные, как ваши, так и наши, значит, требуют, дай вот такую большую дистанцию. Это был требование, требования от милитаря. Они сказали, дай нам такую большую дистанцию. А так, если бы по-настоящему, здесь достаточно было три дистанции. Больше не требуется. Вот. Вот это, значит, снимается тоже. Вот это поворачивается. Вот тут туго пока. Шомпол надо было снять. Тут я параллельно... Я думаю, что это стихо на этом. Туго, туго. Вот. Затем сдвигается вот это кольцо. Кольцо и... Ну, можно вот этим вот сюда. Вот. Вот. И достается ствольная накладка. Вот она. Штампованная. Вот. Мы тоже здесь ставили из алюминия отражатели. Потому что в жарких условиях, где ведется интенсивная стрельба, это очень нагревается. И лишат руки держать невозможно. Ну, на последних образцах мы это дело отработали таким образом, что раньше ведь оно, вот это, цевьё и накладки изготавливались из дерева. Это из шпона. Вот. А это просто из... Из переклейки. То есть, вот как фанера толстая. Из зеленых. Вот это вот мы получали такую форму. Иллюминиатый плаевод. Вот. Иллюминиатый плаевод. А когда стали переходить на пластмассу, то потребовалось вот каким-то образом добиться, чтобы оно нагревалось не больше, чем дерево. Вот. Поэтому вот на последних здесь специальные рифления, рифления такие нанесены для того, чтобы увеличить площадь охлаждения. Ну, ну, the last models have some, ну, how are you showing it? Yes. To make the... The grips, to make a better grip. I mean, the... Better grip and... Also, to, uhh... To expand the area... To help provide more cooling surface. Yeah, yeah. On the AK-74. And it's a non-reflecting finish, for light. Это я вам показываю образцы, которые делались, можно даже сказать, много лет тому назад. Сейчас это все делается из прогрессивных заготовок. Все эти вещи сделаны из так называемых прогрессивных заготовок, используя кастинг. Эта деталь литьевая, эта литьевая, эта литьевая, эта. Все эти детали изготавливаем при помощи литья. Это тоже, значит, изготавливаем. Вот здесь мы видим, фрезеровали его из упаковки. А на новых, там уже литье идет, да? Да, да, там уже дальше идет литье. То есть оружие, оно не стоит на месте. Вот люди, когда несведущие смотрят, говорят, вот как он был в 47-м году, до чих пор его форма не изменилась. А тут, оказывается, работа проводилась большая. Да, да. Вот. Чтобы перейти из вот этой упаковки на штамповку, это вопрос непростой. Требовалось выдержать ту же его стойкость, вот как вы говорили, при бросках и так дальше. Вот. А внешне форма как бы осталась. Вот. И сейчас последние образцы, которые состоят на снабжении нашей армии, они также напоминают вот эту форму, но там значительные переделки произошли. И вот так же, как и вы, я также, как и вы, не слезая со своего, если можно так выразиться, коня, значит, по унификации. Вот видите, то, что определяет работоспособность образца, это все остается и почти не претерпевает особых изменений. Ну а так, конечно, внешне они похожи, как будто несведущие люди говорят, что одно и то же. Вот так, если коротко рассказать об этом образце, значит, АК, АКМ, это уже. Если, может быть, вопросы у вас есть ко мне какие, значит, я готов буду ответить. Так же, как и вы, Юджин, мне рассказывали, что военные, значит, хотели бы невесомое оружие иметь. Такие же требования и у нас. Поэтому в последних образцах вот эта крышка из тонкого материала, ствольная коробка из более тонкого материала. Мы проиграли в некоторых вещах, скажем, по прочности и так дальше, по солидности образца, когда занимаемся излишним облегчением. Когда мы пытаемся уменьшить весы, по крайней мере, по крайней мере. Хорошо. Все, стопу. Хорошо. 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 Все, что я investigations? Таид. Я соберу, потом. Я соберу, я соберу. Эти части он соберет. Окей. Окей. Факт. Почему ты подключил меня здесь? Да. Это сюда. Это, наверное, тоже вы вставите? Да? Да, да. Вот так, пожалуйста. Так, вот так, пожалуйста. Окей. Значит, вы... Ну... Я соберу это, и расскажу вам, как идея меня встала, начать делать дизайнеры в МИАМА. Вот так? Окей. Михаил Тимофеевич. Играет... Музыка Горрец. Это очень! Вот так. Встречается от80-м igenом. Музыка Э們illенько Эт. Эт, Н幾о. Эт, Ни вентглент, Эт. Эт, Н, 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 И, Н, 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 Н. Субтитры сделал DimaTorzok 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 не имеют много знаний. Может быть, это было потому, что я был молод, что я решил попробовать. И вот в 1947 году эти работы подошли к концу. В 1946 году работы на дизайн закончились. В тяжелейших испытаниях этих образцов в конце концов был рекомендован для принятия на вооружение образец, которому было присвоено наименование АК-47. После всяких тестов, это было решено, что оружие, который потом назывался АК-47, будет отмечено. Я тогда был старшим сержантом. В то время я был старшим сержантом в армии. Я служил в армии. И поэтому первые, когда приняли на вооружение, у нас в Советском Союзе отмечаются специальными премиями создателей такого оружия. Я не совсем точно, если я сказал, что такого оружия, а создатели новой техники. Вот более правильная формулировка. И вот тогда люди увидели в газетах появился конструктор в сержантских погонах. Он появился сержантом. Он был принят, что он лауреат. Так, этот автомат с индексом АК-47 был принят на снабжение нашей армии. Ну а дальше он получил самое широкое распространение. Появились его модификации. Это ручной пулемет. Дальше, значит, на базе АК был разработан АКМ. Так вот сложилась моя судьба конструктора-оружейника. А ведь я, когда попал в армию, первые мои конструктивные, так сказать, попытки были сделаны, но, я бы сказал, не в стреляющих образцах, а в приборах для боевых машин. Когда я был в армии, и мои первые попытки построить что-то не было шутка, но, ну, какие-то апплианты для танков. В этом, я считаю, повинны немцы, напав на нашу страну, и переключили меня с мирной работы на военную. Вот этот образец и сейчас стоит на снабжении рядом с армией мира. Вот так перекрылась наша судьба, заставила нас сделать оружейниками, и мы, в конце концов, встретились через много-много лет и рассказываем друг другу, как мы стали оружейниками. Ну, и это интересно, как жизнь нас воспринимала, и мы стали армиейниками, и теперь, после многих лет того, чтобы знать о другом карьере, о другом продукте, мы встретились и говорили о другом работе. Спасибо, мистеру Эду. Я думаю, значит, что, наверное, перекуем мы мечи на орала. Я думаю, что мы должны... Что это? Крепляем крюки? Крепляем крюки? Да, крепляем крюки. Крепляем крюки. Крепляем крюки. Ну, а пока есть такая необходимость, мы еще работаем. Это оружие не нападение, а это оружие защиты. Я считаю, что это не официальная оружие, просто оружие защиты. Вот я вчера ваш образец видел, который вы приспособили для спортивной стрельбы. Я думаю, что не попытаться ли мне это сделать? И я буду рассчитывать идею конвертировать мою AK-47 AKM в спортивной стрельбе. Вот что можно коротко рассказать о той... конструкторской карьере, которая, значит, сложилась в моей судьбе. Хорошо. 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 Прошу. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok